Как ни странно, в общем-то, эта проблема подошла к ситуации, когда всего три сосны, но вот именно в них уже действительно можно заблудиться. Ну, вообще, если говорить про самые азы, то слово мутация, оно как-то используется на самом-то деле. А ведь вопрос не то чтобы определение, а вообще понимать, о чем идет речь. Мутация – это всегда изменение последовательности ДНК, всегда. Допустим, транслокация при славутой перестройке – это не альтернатива мутациям, это разновидность мутаций. И вот тут, опять же, есть определенная и терминологическая, и клиническая путаница, потому что эти вещи перекрываются. Как возникает рак? Рак возникает в результате накопления соматических мутаций в определенном клеточном клоне, мутации в онкогенах, антионкогенах. Поэтому, если мы говорим в контексте онкологии мутация, то это в основном те мутации, которые приобретены опухолью и обуславливают ее свойства. Ну, лекарственная чувствительность, прогноз, все понятно. А если мы возьмем медицинских генетиков, то они тоже говорят мутация, но они говорят совсем о другом. Они говорят о наследственном дефекте. У человека наследственный дефект, который предрасполагает к тому или иному заболеванию. Ну, фермента нет какого-нибудь, например. Фенилкетинурия, муковисцидоз – тяжелейшее заболевание, наследственная мутация. У онкологов ситуация сложнее, потому что на самом-то деле приходится оперировать обеими этими понятиями. Это и соматические мутации, у нас много предиктивных маркеров, и наследственные мутации. Но мало того, что в данном случае речь идет о тяжелейшем клиническом заболевании, предрасположенности к раку, сами по себе наследственные мутации имеют значение для выбора терапии, потому что наследственные опухоли отличаются от спорадических. А можно этот экран выключить, потому что он все равно все время мигает, только отвлекает. И, соответственно, получается, что здесь целый ряд выводов. И как подобрать лечение, и как определить предрасположенность. Теперь еще одна тоже интуитивно малопонятная вещь. Мутации бывают большие, но которые видны на уровне цитогенетики. Их можно при большом желании даже увидеть при помощи микроскопа. И бывают маленькие мутации. Но все это на самом-то деле термины знакомые. Посмотрите, амплификация генов – это увеличение копийности гена. Было две копии как в норме, а стало их значительно больше. ХЕР-2 пример. Транслокации, ну, пресловутые перестройки химиотерапевты хорошо знают. Транслокация ЛК, допустим. Это когда два участка хромосомы обмениваются материалом, и на стыке, на стыке получается химерный ген. И бывают микромутации. Казалось бы, они, по идее, должны быть более безобидные. Ну, посмотрите, вот эта микромутация замена нуклеотида – это КРАС-мутация при раке толстой кишки. Что происходит? Меняется один нуклеотид, меняется одна аминокислота, и немножко меняются функции белка. А очень часто в реальных опухолях бывают так называемые микродилекции и микроинсерции. Несколько аминокислот. Да, можно вот этот экран выключить просто из сети, потому что он ужасно отвлекает. Он мигает, он все равно не работает. Да, спасибо большое. Так вот, если мы говорим о микромутациях, о микроинсерциях-микродилекциях, то вообще эти мутации могут приводить к огромным, очень тяжелым последствиям. Давайте вспомним дебри науки, которые проходили многие из нас в 10 классе. У нас всего есть 20 аминокислот и всего есть 4 нуклеотида. Но из 4 нуклеотидов складывается трехбуквенный код. 3 нуклеотида – это одна аминокислота. Это как правило. Но еще помимо этого, посмотрите, есть 3 варианта, которые продуцируют стоп-кодоны. Это сигнал в нуклеотидном коде прошит, что прекращается синтез белка на стоп-кодоне. Что происходит при микромутациях? Если микромутация кратная 3, выпало 3 нуклеотида или добавилось 3 нуклеотида, ну это, как правило, плюс-минус 1 аминокислота, это редко существенно влияет на функцию белка. Но редко же бывают мутации кратные. На самом-то деле очень часто мутации, где кратность не равна 3. И что получается? Вот посмотрите, вот у вас нормальная последовательность. Вот тут один единственный нуклеотид выпал. Казалось бы, небольшая разница, да? Нет вообще такой. А посмотрите, последовательность одинаковая, а рамка считывания сместилась. И вот здесь трехбуквенный код совсем другой. Мало того, что здесь несколько аминокислот будет считаться иначе, это еще не столь большая беда. Рано или поздно, точнее рано, очень близко, обязательно появится случайный стоп-кодон. И все, получается у нас два нуклеотида выпало, или один нуклеотид вставился, самая частая мутация в России. И у нас полностью нарушается функция белка. Ну, на самом-то деле, наследственные раковые синдромы – это самое частое медико-генетическое заболевание. Что существенно, что если мы возьмем всех больных, у которых диагноз сирозного рака яичника, ну не просто рак яичника, а самый частый кистологический тип – сирозный рак. Ну, примерно 20% пациентов, которые попали в клинику, у них настоящее генетическое заболевание, такое же, как муковисидоз, такое же, как фенилкетонурия. У них генетический дефект, который предрасполагает к определенным раздовидностям рака. Рак молочной железы, рак яичника, рак желудка. Ну, представляете, вклад в заболеваемость – 20% не будет БРК-мутации, на 20% случаев будет меньше случаев рака яичника. Механизм здесь достаточно понятный, но именно он обуславливает чувствительность опухолей терапии. Посмотрите, чтобы появилась опухоль, необходимо накопление нескольких мутаций в одной клетке. У носителя мутации, носительницы, у нее количество этих событий уменьшается на одно звено, потому что одна мутация унаследовала, уже присутствовала во всех клетках, в том числе во всех клетках яичника и во всех клетках молочной железы. И отсюда столь высокая вероятность заболеть, потому что одна мутация уже есть. Теперь очень интересная особенность у нас в стране, правда, касается она только титульной нации. Дело в том, что вообще на самом-то деле мутации в генах БРК-1, БРК-2, они очень гетерогенные. И в Европе, чтобы сделать БРК-тест, это очень сложная процедура. Надо полностью просеквенировать два больших гена, БРК-1, БРК-2. А у нас, несмотря на многонациональный состав Российской империи и Советского Союза, несмотря на турбулентную историю, славяне практически де-факто не смешивались с неславянами. И, как следствие, славяне, как островное государство, сохранили удивительную генетическую гомогенность. Здесь эффект прародителей, эффект родственников, он настолько необычайный, что до последнего времени это никто не верил. И, как следствие, получается, один-единственный ПЦР-тест. Простейшая реакция, она всюду доступна. В любом городе предлагают БРК-диагностику на повторяющуюся мутацию. Это один из самых доступных тестов. Так вот, один-единственный ПЦР-тест, если мы говорим о славянах, выявляет 70, 80, 90% всех БРК-мутаций. Но еще раз подчеркиваю, что это справедливо только для славян, ну, а также о другой группе национальной. Ее принято называть евреи-шкенази, но это термин. На самом деле речь идет просто о евреях, которые живут в Европе, потому что есть же еще евреи, которые живут на Ближнем Востоке, сефарды, это немножко другая ветвь. А вот те, кого называют евреи-шкенази, это те, кто живут здесь, в Германии, в Польше. У них тоже три мутации, они чуточку перекрываются со славянскими, но так или иначе это тоже простой абсолютно тест. Если мы имеем дело с другими национальными группами, то у нас вообще вся БРК-диагностика заходит в тупик, потому что повторяющих мутаций мы не знаем, мы даже не знаем, есть они или нет. А необходимо сразу сходу выполнять огромный анализ, который, в отличие от простого ПЦР-теста, в общем-то, мало доступен. И экономически, и мало кто из лабораторий умеет это делать. Ну, технологические платформы – это дебри кабинетной науки, но все-таки надо немножко знать. Значит, повторяющиеся мутации выявляются при помощи ПЦР. Там достаточно простой тест. На самом-то деле у нас всегда парные ПЦР-тесты. Один ПЦР-тест специфичен для мутации, для другой – нормальной последовательности ДНК. И это все работает как плюс-минус. Еще раз говорю, очень простой тест, который всюду в стране доставят. Даже в маленьких городах его предлагают. Это все налажено. А вот если мы говорим про ситуации, когда либо мы повторяющиеся мутации не нашли, но очень хотим найти, либо когда мы говорим про нации отличные от украинцев, белорусов, русских, евреев, когда надо делать полный тест, вот там ситуация сложная. Потому что там уже надо проводить не только секвенирование двух генов БРК-1, БРК-2, но еще и так называемый тест на крупные перестройки. И опять же, я по опыту знаю, секвенировать худо-бедно у нас где-то могут. А вот чтобы были наборы, это только коммерческие наборы, самим не сделаешь тест на крупные перестройки, но это еще 10% мутаций таких редких. Вот этого, как правило, у нас не делают. Итак, самый главный вопрос-то, в общем-то, до какой глубины делать тест? Это все связано с экономическими ограничениями, ну и с клиническими, конечно. Ну, на самом-то деле, первое, надо попытаться оценить, какова вероятность найти БРК-мутацию, если пациентка с раком яичника, у которой мама в молодом возрасте заболела раком молочной железы, здесь больше вероятности найти мутацию, чем у 70-летней пациентки без семейного анамнеза. Но, опять же, с семейным анамнезом надо быть осторожным. Помните, что у нас малодетные семьи, и гены с такой же вероятностью могут передаваться через мужчин, как и через женщин. У мужчин нет молочных желез, нет яичника, поэтому половина БРК-носительниц не имеют наследственного анамнеза. Так или иначе, на анамнез вот этот семейный ориентироваться лучше. Национальность, еще раз говорю, это проблема, потому что, если мы говорим о представителях неслабян, то тест на повторяющиеся мутации, на мой взгляд, в общем-то, бессмысленны. Ну и самая главная клиническая мотивация, ради чего это делается. Если есть у пациентки родственники, которых надо обследовать, большая мотивация, если выбор терапии, большая мотивация. Если ни того, ни другого нет, ну, в общем-то, тогда без теста лучше обойти, чтобы не тратить ресурсы зря. Секвенирование – сложный метод. На самом-то деле здесь специальная аппаратура, специальная реагентика, она закрытая, это коммерческие наборы, которые приходится покупать. Секвенирование намного сложнее и дороже, чем ПЦР. В 10-40 раз разница примерно. Ну и, наконец, все-таки, по-видимому, в каком-то обозримом будущем все перейдет на так называемое секвенирование нового поколения. Это более производительная методика, надо к этим словам примерно привыкать. Но я думаю, что в контексте сегодня в сообщении нет смысла на этом останавливаться, потому что это метод, который пока на практике не используется. Теперь, наверное, самое главное, почему у нас про БРК-мутации лекция в рамках сателлитного симпозиума. Потому что здесь есть элегантные возможности к терапии. Посмотрите, вот это нормальные клетки относительницы БРК-мутаций. Они полностью функционально полноценны, потому что в них инактивирована только одна копия гена БРК-1, и оставшаяся копия гена БРК-1 полностью выполняет все необходимые функции. Как возникает опухоль? Опухоль возникает за счет того, что в одной из клеток молочной железы или яичника, или желудка инактивируется оставшаяся копия гена БРК. И возникает уникальное терапевтическое окно. Если здесь у нас сохранена функция репарации ДНК, исправления ДНК от химических повреждений, то вот здесь эта функция нарушена. И благодаря этому терапевтическому окну такие опухоли чувствительны достаточно простым препаратам. Например, препараты платина, цисплатин. Но парк ингибиторы, препараты нового поколения, таргетные препараты, они когда создавались, в основе идеи их создания было как раз создать препараты, которые избирательно будут поражать клетки с дефицитом БРК, но при этом сохранять интактными нормальные клетки. Именно это и есть терапевтическое окно для парк ингибиторов. Они поражают клетки с дефектом БРК, но при этом оставляют интактными клетки нормальные. Что существенно? Что если мы говорим о БРК-диагностике, то тут достаточно много достаточно типичных ошибок. Самый большой грех. Все пациентки с сирозным раком яичника, все, должны проходить БРК-тестирование. Никакого клинического отбора там не оправдано. У каждой пятой будет обнаружена мутация, если все делать правильно. Это с одной стороны выбор терапии, если здесь какие-то опции, с другой стороны все-таки консультирование родственников. Нельзя забывать, что хотя мы в рамках сателлита о терапии, но вообще-то вся эта наука создавалась как наука о профилактике, о ранней диагностике, о выделении групп риска. Еще один большой грех. Это тест на повторяющиеся мутации, который назначается представителем неславян. Вообще на национальные темы в любой стране говорить непросто. И у нас это болезненная тема. Но поймите, если мы назначаем обычный тест женщине украинского происхождения, это оправданное мероприятие. Если это женщина из Дагестана, то медицинской точкой зрения этот тест абсолютно бессмысленный, потому что у каждой нации свои прародители и, как следствие, свои пулы генов, пулы мутаций. Соответственно, мы, в общем-то, сознательно ищем то, чего там нет. Гиперинтерпретация теста. На самом-то деле, не все наследственные раки связаны только с мутациями БРК. Более того, львинная доля ситуации, я же много общаюсь с врачами, сделали простейший тест на повторяющиеся мутации. Говорят, БРК мутации нет. Главный же вопрос, какова глубина теста. Честно говоря, пациенты, которым сделали и тест на повторяющиеся мутации, и полное секвенирование гена БРК-1, БРК-2, и тест на крупные перестройки, простите меня за нескромность, я с улицы ни разу не встречал. Вот нам, когда очень надо, мы делаем полный спектр, а вот кто-то, чтобы пришел с полным обследованием, я пока не видел. Ну, правда, надо отдать должное, что эти тесты до последнего времени были востребованы достаточно мало. Ну, и еще один момент. Опять же, коммерческие лаборатории, да и не только коммерческие, институтские лаборатории, когда предоставляют панель тестов, они дают весь спектр повторяющихся мутаций, ассоциированных с наследственным раком. Ну, например, ЧЕК-2 ассоциированные опухоли, это тоже наследственный рак, правда, рак яичника там бывает редко. Но посмотрите, у этих опухолей совсем другой патогенез, в частности, при ЧЕК-2 ассоциированных опухолях нет терапевтического окна, нет делеции оставшегося аллеля. И как следствие получается, что когда в плане терапии отождествляют ЧЕК-2 и БРК-ассоциированные опухоли, в общем-то, это ошибка. Ну, сейчас, благодаря тому, что появились препараты, появились парк-ингибиторы, больше интереса к БРК-тестированию, потому что есть возможности лечить. И, в частности, у нас в стране при поддержке фирмы AstraZeneca, которая хозяин сегодняшнего симпозиума, проходит исследование Аватар. Ну, это так называемые наблюдательные исследования. С одной стороны, просто посмотреть, а какая реальная практика работы с подобными больными, их лечение, наблюдение. Ну, и, в общем-то, существенно, что к этим исследованиям привязано тестирование на БРК-мутации, поэтому, благодаря вот этому исследованию, будет понятна и частота БРК-мутации, и спектр, причем не просто в отдельно взятом регионе, ну вот как у нас в лаборатории делались подобные работы, а более или менее по всей стране. Ну, причем, по крайней мере, здесь запланированы разные уровни тестирования, от повторяющихся тестов до более глубоких, которые представляются исчерпывающими. Также через программу Российского общества клинических онкологов инициирована программа по тестированию мутации в гене БРК. Но вот тут есть определенные особенности. Значит, во-первых, все-таки пока в программу входят только те пациенты, которые кандидаты на лечение, то есть пациенты, у которых может ставиться вопрос с платиночувствительным неоперабельным раком. Это не все пациентки с раком яичника. А во-вторых, еще одна, уже логистическая особенность, точнее две. Врачам намного проще послать блок на анализ, чем организовывать забор крови пациента. По логистике это проще, блоки есть всегда. Соответственно, в качестве основного материала для диагностики де-факто в основном приходят опухолевые блоки. Это плохо, потому что диагностика по крови – это простой и надежный тест. Диагностика подеградированной ДНК из блока – это уже куда более сложное мероприятие. Здесь работать сложнее. Еще один момент, что касается логистики. Даже те регионы, где много пациентов неславянской национальности, все равно начинают тест с повторяющихся мутаций. Не потому что надеются ее найти, а потому что логистику обеспечить проще. Сначала все делают тест на повторяющиеся мутации, обоснованное это или нет, а потом уже идет углубленное тестирование. И еще один момент. Дело в том, что и это окончательно запутывает ситуацию. БРК-мутация при раке яичника, БРК-нактивация бывает не только наследственная. Определенная часть спорадических опухолей яичника тоже имеет инактивированные БРК. И именно поэтому именно раки яичника так хорошо отвечают на платин, содержащую терапию. И, по-видимому, в среднесрочной перспективе, и сейчас уже в США есть, БРК-анализ не будет ограничиваться выявлением пациентов с наследственными раками, а будет также оцениваться статус БРК непосредственно в опухоли. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.